Добрый день еще раз, наши уважаемые зрители инстаграм-канала. Я прошу прощения за небольшую техническую погрешность в связи с помехами в сети. Итак, я продолжу нашу беседу про гипогликемию. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня видно и слышно? Замечательно. Итак, с вашего позволения, я продолжу нашу беседу и снова расскажу именно про причины развития гипогликемии. Итак, первая причина развития гипогликемии связана с введением инсулина. В чем же она заключается? Вариант первый, конечно же, это передозировка дозы инсулина. Вы знаете, что инсулин имеет прямую функцию в виде снижения уровня сахаров. Если мы сделали больше, чем полагается, конечно же, сахара они будут падать. Это первая причина. Вторая причина, связанная с введением инсулина, это если мы подкололи близко от кровеносных сосудов, либо если мы попали не в подкожную клетчатку, а попали намного глубже, то есть в мышечный слой, где сосудистое снабжение, конечно же, лучше. Всасывание происходит намного быстрее и в связи с этим начинает инсулин быстро действовать и сахара резко начинает падать. Поэтому не забываем, что всегда нужно собирать кожу в складку для того, чтобы правильно вести инсулин, чтобы попасть именно в подкожную клетчатку. Это во-первых. И во-вторых, нужно в обязательном порядке знать сроки введения, точнее механизм действия каждого вида инсулина, который вы колите. Я вкратце сейчас их напомню, чтобы вы тоже у себя в памяти это возобновили. Итак, если это инсулины ультракороткого действия, к коим относятся на воропит, на волок, хумолог и опидра, это наиболее часто используемые, то они начинают действовать буквально через 5-10 минут. И продолжительность их действия, она составляет порядка 3-4 часов. Если это инсулины короткого действия, к коим относятся актропит, хумулин-Р, он же хумулин регуляр, то продолжительность его действия составляет порядка до 6-8 часов. Если это инсулины средней продолжительности действия, к коим относятся протафан, инсулатаргт, хумулин-Н, он же хумулин-НПХ, то продолжительность их действия уже составляет порядка 14-16 часов. Если это левимир, то его продолжительность действия еще чуточку больше, это порядка 16-20 часов. Лантус и галаргин, они действуют порядка до 24-х часов, плюс-минус, да. И если трясиба, то его продолжительность действия намного больше. И почему мы в обязательном порядке это должны знать? Дело в том, что если мы видим гипогликемию, и если мы попытались вывести пациента из этого состояния, но через буквально несколько минут гипогликемия повторяется второй раз, третий раз, четвертый раз, это явно говорит о том, что мы нарушили технику введения инсулина, попали близко от сосуда, и он начал быстро всасываться. И соответственно, мы должны знать, сколько примерно будет длиться вот этот эффект, сколько нужно пациента продолжать докармливать, либо подсоединять к глюкозе, либо может быть имеет смысл обратиться в стационар. И в этой ситуации мы, конечно же, будем знать, вот сколько эта симптоматика будет длиться. Следующая причина развития гипогликемии, она примерно схожа с этим состоянием. Объясню почему. Дело в том, что вот пациенты, либо непосредственно сразу после того, как они сделали инъекцию, решили принять душ, либо наоборот, после душа вот сделали, решили сделать инъекцию. Не забывайте, что во время душа, особенно теплого душа, происходит массивный приток крови к коже. Кожа становится такой розово-красной. И вот именно в связи с этим опять-таки улучшается кровоток не только в мышечной ткани, но и в подкожной клетчатке в том числе. И инсулин начинает быстро всасываться. Именно по этой причине пациенты тоже могут испытывать чувство гипогликемии. Поэтому мой вам хороший совет, промежуток между приемом душа и подколкой инсулина должен составлять не менее получаса, что в одну, что в другую сторону. Следующая причина уже непосредственно связана с приемом пищи. Мы понимаем, что особенно инсулины ультракороткого и короткого действия мы подкалываем для того, чтобы подъесть. И более того, в зависимости от того, какое количество хлебных единиц примет пациент, причем без разницы, это сахарный диабет первого типа, это моди-диабет, это лада-диабет, это инсулинозависимый диабет у взрослых. Правило подсчета хлебных единиц является обязательным для всех возрастов. Да, я понимаю, что взрослые пациенты этого делать, мягко говоря, не любят. Даже если они страдают сахарным диабетом первого типа в течение длительных лет, да, а то и бывает десятилетиями. Но все равно к определенному моменту времени это им, ну в кавычках, надоедает. И они перестают это делать, в связи с чем у них начинается колебание уровня сахаров. Вот эта свистопляска, как мы называем, эндокринологи, это явление. И вот поэтому еще раз подчеркиваю необходимость того, что нужно в обязательном порядке считать количество хлебных единиц. И если это, допустим, маленький ребенок, у которого нет аппетита, вы не знаете, сколько он подъест. И тем более, если он находится на инсулинах ультракороткого действия, то да, в этой ситуации правило можно чуточку нарушить и можно сначала поесть, далее посчитать, сколько ребенок сел и, соответственно, этому уже ввести непосредственно сразу в конце еды необходимое количество единиц инсулина. Либо же ситуация, допустим, вы собрались на какой-то праздник, либо на мероприятие, или же, допустим, это подросток, который вместе с друзьями решил сходить в кафе, они там должны были поесть, ну, допустим, ту же самую пиццу, либо еще что-нибудь там подобное. Но ребенок в результате сделал быстренько подколку, подошел к столу, но что-то не заладилось, то ли пицца не вовремя успела, то ли вкус не понравился, либо вообще передумали. Конечно же, в этой ситуации должно быть что-то под рукой, чтобы ребенок, конечно же, частично компенсировал начало действия инсулина, да, и далее в обязательном порядке принять необходимое количество хлебных единиц. Это что касается второй главной причины, связанной с приемом пищи, неадекватным низким количеством хлебных единиц на то количество единиц инсулина, которые вы подкололи. Третья большая группа причин, она связана будет с тем, что же происходит после приема пищи, да, и это, конечно же, будет связано, с одной стороны, с настроением, довольно-таки часто хорошее настроение, длительный смех, радость, вот это все способствует быстрому сжиганию сахаров, и тоже может стать причиной развития гипогликемии. Еще одна причина, это, конечно же, физическая активность интенсивная, и в этой ситуации мы, конечно же, в обязательном порядке помним, что если у нас имеет место умеренная либо интенсивная физическая нагрузка в виде спортивных занятий, либо активных игр, то примерно 30-40 минут умеренной физической нагрузки, либо примерно от 15 до 30 минут интенсивной физической нагрузки, они требуют получения одной внеплановой дополнительной хлебной единицы. Независимо от того, сколько вы подкололи, сколько вы поели, вот это правило должно соблюдаться, чтобы гипогликемия не успела развиться. Что касается других причин, опять-таки связанных с настроением, иногда бывают такие пациенты, которые, знаете, вот имеют так называемую скрытую радость, которую мы реально не очень-то видим, но бывает это довольно-таки часто, кстати, у подростков. И был у меня такой один пациент, у которого мы долго не могли понять колебания сахаров к утру, и все оказалось в том, что он является любителем футбола, и когда его команда выигрывала, у него сахара бывали к утру намного ниже, причем на порядок ниже, чем если его любимая команда проигрывала, когда наоборот были очень высокие сахара к утру. Так что вот эти мелкие нюансы нам, к сожалению, иногда тоже нужно учитывать, особенно когда мы пытаемся понять вот эти непонятные колебания уровня сахаров, и особенно в сторону гипогликемии. Еще одна причина развития гипогликемии, она, причем довольно-таки частая, и она физиологическая, это, естественно, начинные гипогликемии. С чем это связано? Мы все прекрасно помним, что все у нас гормоны, за исключением инсулина, можно сказать, они повышают уровень сахаров. Почему это так? Ну, мы сказали, что поскольку во время гипогликемии страдает именно головной мозг, и ему глюкоза нужна постоянно, именно поэтому все остальные системы нацелены на то, чтобы быстро из этого состояния организм вывести. Поэтому практически все остальные гормоны, кроме инсулина и инсулиноподобного фактора роста, который по механизму действия схожи, либо помогает гормону роста, вот они все повышают сахара. Что касается ночного времени, особенно промежутка между 2 и 4 часами ночи, все вот эти гормональные системы, они снижают свою активность, и в это время практически остаются действовать их остаточные количества, плюс к этому присоединяется действие гормона роста, который работает именно в ночное время, и инсулин продолжает действовать. Вот именно в связи с этим, вот этот промежуток для нас, он самый такой реальный, самый такой, в кавычках, опасный в плане развития гипогликемии, причем независимо от возраста, будь то ребенок, будь то взрослый пациент, мы в этом плане должны быть очень аккуратными, и в связи с этим, опять-таки, необходимо знать механизм действия инсулина. И особенно в этом плане нас будут интересовать длинные инсулины, да, инсулины средней продолжительности действия, коим относятся, еще раз повторюсь, протофан, инсулатар, хумулин-Н, он же хумулин-НПХ, для которых характерно небольшой пик, но он все-таки есть, который бывает примерно через 4-6 часов после инъекции, и если это левимир, то для него примерно то же самое время, но чуточку меньше, это примерно 5-7 часов, и если это лантус, то у него возможный пик действия, опять-таки, он более сглаженный, но может быть примерно через 6-8 часов после инъекции. Почему мы это должны в обязательном порядке учитывать? Мы считаем время, в котором мы сделали вечернюю подколку инсулина, и к этому времени прибавляем предположительное время, когда будет наблюдаться пик действия данного инсулина, и если они совпадают, то в этом плане как раз-таки мы должны понимать, что риск развития гипогликемии будет выше. Это прекрасно понимает и сам эндокринолог в том числе, когда назначает вот схему, да, и вот мы стараемся вот в эту зону как раз-таки не попасть, поэтому более чаще как раз-таки последняя инъекция назначается при средних инсулинах порядка где-то в 9 часов, чтобы не совпали вот эти два пика. Если это лантус, то чуточку более позже, это примерно в 10 часов вечера, бывает даже в 11. Почему? Потому что пик действия инсулина уже будет после 4 часов ночи, и вероятность гипогликемии уже будет меньше. Есть еще один нюанс, вот связанный с этим уже. Бывает, что пациенты получают несколько более высокие дозы инсулина, да, у одного это буквально может быть 4-6 единиц, у другого, допустим, ребенка того же возраста и того же веса, это может быть и все 20, а то и 30, бывает еще и больше. У меня были пациенты, которые получали и 40, и чуть ли не под 50 единиц инсулина длительного действия. В этой ситуации, конечно, пик, он будет более ощутим, и в этой ситуации мы рекомендуем либо даже вот эти пролонгированные инсулины разделить инъекции на 2 приема, то есть вариант либо вечерний плюс утренний, аналогично как мы делали со средним инсулином, да, либо это 2 опять-таки подколки, но допустим в те же самые 6 часов и вечернее обычное время, как вы всегда делаете. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение в течение дня, то есть пик, он будет как бы двойной, но более гладкий, и вот этой гипогликемы мы избежим. Вот этот метод очень хорошо, он работает. Как вариант этого метода, как подтверждение моих слов, также может быть вот введение пациентов на помповой терапии. Почему? Потому что у них, возможно, уже настройка инсулина, и благодаря этому у них вот эта гипогликемия, она не развивается. Так, в принципе, это все основные причины, которые связаны с гипогликемией. Далее мы рассмотрим, а что же нужно делать для того, чтобы гипогликемия, она не развивалась. Во-первых, это четкое соблюдение срока введения инсулина и подъедания, особенно если вы сделали уже инсулинотерапию, да, подколку, если вы сделали, то спустя положенное время вы должны в обязательном порядке поесть. Особенно это касается наших взрослых пациентов, которые зачастую бывают, вот они сделали инъекцию, после этого решили докончить дела, вот говорят, ну, у нас, в принципе, 15 минут есть, вот сейчас быстро вот это доделаю, вот увлекаются этим делом, тем более, если это еще и сопровождается физической нагрузкой, и буквально через 25-30 минут после подколки у них наблюдается яркая картина гипогликемии с резкой слабостью и всей остальной симптоматикой. Поэтому, если вы сделали инъекцию, это будет инсулин ультракороткого действия, либо инсулин короткого действия, вы в обязательном порядке должны поесть. Это правило четко соблюдается. Это раз. Во-вторых, когда наблюдается пик действия инсулина, а если это инсулин короткого действия в видеоктропида, либо хумулина R или регуляр, мы не забываем, что через 2-3 часа у него будет как раз-таки пик действия. В это время пациент чувствует легкое чувство голода, да, и это время как раз приема перекуса. Напоминаю, что для пациентов, которые получают инсулин ультракороткого действия в виде новоропида, новолога, хумолога и опидры, вот этот перекус, он абсолютно не нужен. У них пик действия наблюдается примерно через час после подкулки инсулина, когда человек пока еще не чувствует чувство голода, да, и поэтому вот этот пик, он проходит незаметно, потому что процессы всасывания в желудочно-кишечном тракте еще продолжаются. Это все обеспечивает его нормальным количество сахаров, плюс печень, конечно, сбоку тоже помогает, если необходимо, добавляет уровень сахара в крови, и все это нормально поддерживается. Для тех, которые получают инсулины средней продолжительности действия в виде протафана, инсулатарда, либо хумулина N, либо НПХ, для них, конечно, пик действия примерно через 4-6 часов. Вот в связи с этим, те, которые подкололи данный вид инсулина порядка где-то 8 часов утра, уже где-то в районе 12 часов, либо часа, они будут чувствовать вот это чувство голода. Что же делать в этой ситуации? Особенно, если ребенок посещает школу и варианта приема пищи как бы полноценного у нас нету. Да, он может подъесть одну-две хлебные единицы в это время, вернуться домой и после этого уже съесть оставшееся количество хлебных единиц, которые ему полагались на обед. То есть, допустим, у него для его возраста полагалось на обед съесть 5 хлебных единиц, он в школе подъел, допустим, 2 хлебные единицы, вернулся домой еще где-то спустя где-то час-полтора, поел оставшиеся 3 хлебных единицы, и это его должно продержать уже до следующей подколки инсулина. В принципе, это вот те такие легкие механизмы, которые мы знаем. Но что делать, если вот гипогликемия, она все-таки развелась, и это идет более такая серьезная гипогликемия с хорошей дрожью и прочей симптоматикой. Причем это не связано со временем приема пищи, а находится где-то посерединке. В этой ситуации, конечно же, нас в первую очередь будет интересовать ситуация, когда ребенок находится в более тяжелом состоянии, в состоянии предкомы либо комы. Запоминаем золотое правило. Если ребенок находится в полусознательном либо бессознательном состоянии, ничего в рот ребенка, либо будь это взрослый человек, заливать ни в коем случае нельзя. Вы, просто говоря, можете вызвать асфиксию пациента, то есть он, выражаясь обычным языком, просто проглотит в дыхательные пути вот эту жидкость, и он просто-напросто задохнется. Поэтому, если ребенок не может адекватно отвечать на ваши вопросы, и тем более, если он находится в бессознательном состоянии, ничего в рот такого пациента мы не заливаем. Я сейчас объясню, как ребенка либо как взрослого человека вывести из данного состояния. Вариант первый. Особенно для тех пациентов, которые имеют склонность к таким тяжелым гипогликемиям, в этой ситуации у вас должен быть в обязательном порядке запасной набор глюкогона. Называется он глюкогон гиппокит. Это что он из себя представляет? Это еще один из гормонов поджелудочной железы, но с противоположным эффектом, то есть он резко и быстро повышает уровень сахара в крови. Делается быстро подколка данного гормона глюкогона и он буквально за считанные секунды выводит пациента из данного состояния. Это вариант первый. Представьте себе ситуацию, если у вас данного набора нет. Если у вас рядышком находится медработник, либо вы сами медработник и знаете, как можно уколоть вену, набирается любой раствор глюкозы, будь то это 5%, на 10%, на 20%, без разницы какой, быстро делается подколка в вену и как описано в классической литературе, эффект наступает буквально на конце иглы, то есть вы начали вводить и пациенту становится сразу лучше. Почему? Потому что из вены непосредственно кровь попадает в сердце, оттуда начинается перераспределение по всему организму, но в состоянии гипогликемии у нас организм он нацелен таким образом, что он внешние сосуды все выключает и в первую очередь обеспечивает кровоток в сторону головного мозга. Именно поэтому пациенту быстро становится очень легко. Это вторая ситуация, которую вы можете воспользоваться, если ребенок находится в полусознательном либо бессоздательном состоянии. Третий вариант, что же делать, если ничего подобного под рукой нет. Мы обычно в этих ситуациях рекомендуем иметь под рукой сахар и небольшое количество жидкости. мы берем небольшое количество сахара, слегка его смачиваем, чтобы получилась вот такая медообразная консистенция. И что делаем? Мы начинаем вводить и растирать вот этот мокрый сахар под языком. Вы наверняка сами себя много раз видели в зеркало, заглядывали себе под язык, на его нижнюю поверхность и вы видели, что там буквально громадное количество кровеносных сосудов, ярких таких, тем более они располагаются очень поверхностно и более того, вы знаете, что есть даже некоторые лекарства, которые специально вводятся именно под язык. Тот же самый валидол, либо нитроглицерин. Почему мы их используем именно под язык? А именно потому, что они непосредственно очень быстро всасываются в кровоток и более того, они, минуя печень, сразу поступают в центральный кровоток и поступают в головном мозгу. Вот именно этим правилом мы и пользуемся. Если человек даже находится в сознательном состоянии, вот мы рекомендуем конфетку, мы опять-таки рекомендуем это сосательный леденец и желательно его именно под язык. Вот по той же самой причине, чтобы этот сахар начал очень быстро оттуда всасываться. Бывает ситуация, когда ребенок во время гипогликемии начинает сжимать зубы, да? Что же делать? Как же раскрыть рот? Есть простой механизм. Вы берете обычную чайную ложку с его плоским концом, вводите за край, если вы сами у себя попытаетесь нащупать, то в конце зубов, когда зубной ряд закончится, там есть небольшой промежуток, туда абсолютно спокойно проникает ложка, очень легко это можно сделать. Вы слегка надавливаете на корень языка, и у любого пациента это вызывает состояние, склонное к позыву к рвоте. Конечно, рвоты в этой ситуации не будет, но то, что пациент даже в бессознательном состоянии в этой ситуации откроет рот, это точно. Зубов вы ему не сломаете, ничего не случится. Я говорю, вы всегда можете легко вот заметили, да? Как я это показал, ну, конечно, я показал с помощью мизицы, но вот тем более туда очень спокойно проходит ложка. Это можно спокойно сделать, слегка придавить на корень языка, и рот спокойно открыть. Рот открыли, вы поступили, получили доступ к нижней поверхности языка, туда вот, грубо говоря, замазали, можете назвать это другим каким-нибудь словом, но вот с помощью вот такого легкого механизма можно сразу же вот, почему мы говорим сахар нужно чуточку смочить, чтобы он начал быстренько растворяться, и вот этот процесс всасывания, чтобы ускорить, потому что ротовая полость у пациента может быть несколько сухой, да, и чтобы процесс всасывания ускорить, поэтому слегка, чтобы он был мокрым. Но, еще раз повторяю, никакой жидкости мы в рот не вливаем, иначе пациент может просто-напросто задохнуться. после того, как вот вы это сделали, когда вы заметили, что пациент начинает приходить в себя, более того, он уже не просто открыл глаза, а начинает уже более осознанно смотреть, он начинает уже отвечать на ваши вопросы, да, может быть сначала кивками, но вот четко вы знаете, вот чувствуете, что он реально отвечает верно, то есть не просто ты меня узнаешь и он просто кивнул, а вот допустим сколько я пальцев тебе показываю с трудом, но конечно он называет два допустим, да, либо три, то есть называет цифру, то есть он осознанно отвечает на ваши вопросы. Это ситуация, когда уже вы можете пациенту уже дать, чтобы он самостоятельно принял либо жидкость, либо еще что-то, но скажу откровенно из своего практического опыта и опыта пациентов, которых я вел, все-таки самым лучшим вариантом будет сосательный леденец под язык, по той простой причине, что оттуда он непосредственно сразу и быстро всасывается кровоток. Представьте ситуацию, когда вы даете будь то сладкую жидкость, будь то то же самое кока-колу, фанду, либо еще что-нибудь такое, либо сладкий сироп, тем более если вы даете конфетку съесть, ту самую шоколадку, да, ну представьте, все это попало в желудок, а тут это попало в 12-ю перстную кишку, и только оттуда начинает всасываться, то есть уже минуты три грубо говоря мы потеряли, это раз. Во-вторых, все что всасывается в желудочно-кишечном тракте, это все проходит через печеночный барьер, то есть печень в свою очередь даже в той ситуации, когда у нас наблюдается гипогликемия, она все равно будет понимать, что если идет интенсивное всасывание сахара в кровь, определенная часть этого сахара он будет поглощать чтобы не дать быстрому подскоку уровня сахара в крови. То есть грубо говоря мы потеряли еще одну-две минуты, итого пять минут. Поэтому что же делать и почему некоторые эндокринологи они все-таки рекомендуют либо ту самую конфету, либо тем более кусок хлеба. Вот смотрите, вот когда мы видим, что гипогликемия, вот мы вывели пациента из этого острого состояния, но буквально через несколько минут ситуация повторяется, то есть явно гипогликемия идет в связи с тем, что инсулин начал быстро всасываться и этот эффект будет продолжаться долго. И чтобы это все превратилось в так называемую долгоиграющую пластинку, то в этой ситуации самый лучший вариант конечно же это если мы дадим вот эти так называемые длинные сахара, то есть те углеводы, которые будут всасываться медленно и будут более длительно держать. Вот именно в этой ситуации мы порекомендуем пациенту кроме быстрых сахаров то же самое конфеты дать конечно и кусок хлеба, дать может быть яблоко либо что-нибудь другое из фруктов, чтобы этот эффект держался долго, но при этом конечно перебарщивать с количеством хлебных единиц тоже не нужно. Почему? Потому что если развилась гипогликемия, мы дали буквально все подряд мы перебарщили явно с хлебными единицами то после этого что так что это будет наблюдаться постгипогликемическая гипергликемия но вот уровень вот этих сахаров после вот этой гипогликемии он будет зависеть от того вот сколько лишних углеводов вы дали данному пациенту то есть у одного эта цифра поднимется буквально до 12 до 15 у другого же пациента буквально через час цифры могут достигать 30 и более такое тоже может быть поэтому не забывайте про это правило в принципе вот если вот эти все основные симптомы знают то можно легко предотвратить с одной стороны развитие гипогликемии раз во вторых выводя пациента из этого состояния мы будем знать что постгипогликемическая гипергликемия она будет не настолько высокой и не будет длиться допустим порядка где-то даже бывает и 8 часов и более в принципе это основные правила что касалось ночной гипогликемии я это тоже вам сказал как их избежать и как правильно корректировать но дневник самоконтроля он в обязательном порядке должен быть независимо от того каким образом вы контролируете ваши сахара будь то это обычный глюкометр будь то это фристайл либо другая система для суточного мониторирования уровня сахаров да конечно фристайл и тому подобное они конечно очень облегчают ситуацию потому что каждый раз подкалывать ребенка не нужно можно очень легко и сразу видеть буквально насколько быстро пациент вышел из данного состояния либо когда только-только наблюдаются данные симптомы а действительно имеет ли место гипогликемия или нет да это конечно же очень хорошее неоспоримое преимущество данных систем более того это опять-таки помогает нам в ночные часы когда особенно утром сахара бывают высокие мы должны понять а какова же причина вот этих высоких сахаров то ли это ночные гипогликемии то ли это синдром утренней зари либо еще что-то другое да либо инсулин не действовал все это очень хорошо помогает нам в диагностике этих состояний и естественно помогает решить данную проблему в принципе это все что я вам хотел сегодня сказать про гипогликемии с вашего позволения я начну отвечать на вопросы которые пришли во время с нашей с вами беседы итак первый вопрос сыну 7 лет диабет 1 типа уже год совершенно не чувствует падение сахара сахар 2,6 а он весел бодр не голода не плохого самочувствия почему так да я сказал что это бывает такая индивидуальная чувствительность вот есть пациенты и у меня еще период моей ординатуры я был помню был такой пациент точнее девочка ей было всего лишь тоже как раз таки порядка где-то 8-9 лет и вот она до цифры 2 буквально ничего не чувствовала после этого она просто ложилась спать и вот это гипогликемия могла быть даже во время сна и она абсолютно не просыпалась поэтому с такими детьми нужно быть очень аккуратными им более предпочтительно лучше сделать инсулин меньше чем больше да при необходимости дальше подкорректировать физической нагрузкой и вот именно вести таким образом это все индивидуально и не более того и поэтому в этих ситуациях опять-таки фристайл и тому подобные системы они будут более предпочтительны когда вы можете видеть данные сахара и соответственно вот помочь вашему ребенку дам ему дополнительные хлебные единицы так следующий вопрос подскажите у нас медовый месяц любимер на ночь не колем ночью сахар падает до 3 и 3 ровно и только после пробуждения растет нужно ли купировать если это своя поджелудочная железа снижает ну в принципе тут в данной ситуации посмотреть если она падает до 3 и 3 и ниже этого не снижается то в принципе это допустимая ситуация это та самая физиологическая гипогликемия если организм без пробуждения через час сам самостоятельно всю эту ситуацию купирует то в принципе можно ничего не делать либо как вариант перед сном дать одну дополнительную хлебную единичку поскольку у вас медовый месяц сахара у вас и так и так нормальный до поджелудочная она справляется и в принципе это может быть достаточно если это возраст ребенка маленький то в принципе это может быть не одна хлебная единица а буквально пол хлебной единицы причем в этой ситуации опять-таки предпочтительно будет не конфетка да а это будет тот же самый кусок хлеба лучше почему потому что он будет медленно всасываться и он будет держать более длительно так хбп если я правильно расшифровываю данную аббревиатуру и хроническая болезнь почек состояние гипогликемии нежелательны ну смотрите состояние хронической болезни почек во-первых тут нужно понять что является причиной его данного состояния гипогликемии тут как раз таки я бы не сказал что они двоечные гипреты нежелательные в любых ситуациях как раз таки у пациентов с хронической болезнью почек более часто наблюдается гипергликемия чем гипогликемия сама по себе физиологически да тут просто нужно учитывать какую терапию получает пациент особенно это будет касаться взрослых пациентов на таблетированных формах и просто тут есть такой нюанс что некоторые такие препараты особенно при хронических болезнях почек способны вызывать так называемый лактат ацидоз это когда образуется достаточное количество молочной кислоты она частично пытается взять на себя функцию глюкозы и вот но это минусом данного продукта является то что вот способствует снижению так называемого PH нашей крови вызывает тот самый ацидоз это не тот ацетон о котором мы знаем это другое схожее состояние когда системы крови они начинают страдать да потому что в крови у нас много различных систем его равновесное состояние равновесное состояние нашей крови нарушается и вот благодаря этому пациент начинает себя опять-таки плохо чувствовать вот поэтому гипоглигемии конечно же нежелательны есть еще одно состояние при которой гипоглигемии они нежелательны это естественно любое состояние связано с низким порогом судорожной активности и самым ярким вариантом данного состояния является конечно же эпилепсия пациенты которые страдают эпилепсией более того скажу что бывают такие ситуации когда пациент уже страдает сахарным диабетом и у него только спустя несколько лет начинается эпилепсия и очень тут очень важно суметь вовремя ее диагностировать бывает что наблюдается вся та же самая подобная клиника с судорогами с потерей сознания то есть типичный приступ эпилепсии точно такой же да но при этом уровень сахаров не низкий он даже бывает при высоких уровнях вот в этой ситуации когда мы знаем что да тут идет сопутствующий сопутствующая эпилепсия и сахарный диабет то в этой ситуации конечно мы стараемся держать сахара ближе к верхней границе нормы дабы гипогликемия сама по себе не провоцировала развитие данного приступа вот этот нюанс нужно в обязательном порядке учитывать других как бы там подобных нюансов у нас практически к счастью не наблюдается так какой клинике ставят бесплатно либру для того чтобы ответить на данный вопрос я вам рекомендую обратиться к вашему лечащему врачу вашему эндокринологу потому что непосредственно он скажет если данная услуга в вашем регионе или нет и вот всем связанным с этим вопросом необходимо будет решать именно с вашим врачом так следующий вопрос сказать пожалуйста сколько можно вести глюкозы внутривенно ну смотрите все во-первых зависит от того скольки процент у вас раствор если это 40% раствор глюкозы то там ампула всего лишь порядка 10 миллилитров то есть больше этого вы просто не сможете вести необходимости даже не будет эффект будет опять-таки очень быстро вводится он не настолько быстро но вот то есть водится внутривенно струйно медленно и эффект наблюдается очень быстро если у вас вот вот такого концентрированного раствора нет то в принципе можно взять и 5 или 10 процентный объем в данной ситуации большой роли играть не будет вы если набрали буквально даже 20 граммов шприц этого в принципе уже достаточно для того чтобы пациента быстро вывести из состояния вот острой гипогликемии а вот далее продолжить всеми обычными способами которые мы привыкли вести если и и поэтому это все иметь ввиду и поэтому я всегда говорю очень важно чтобы ребенок взрослый человек который находится рядом с пациентом в это время понимал свою ответственность не впадал извиняюсь за выражение но в истерику когда буквально теряет самообладание не знаю начинает плакать кричать а что мне делать вот это все нет этого делать не нужно нужно в этой ситуации просто-напросто в себя быстренько взять в руки просто вот взять небольшое количество сахарного песка слегка смочить его водой чтобы это превратилось в такую медообразную консистенцию смазать нижнюю поверхность языка и ребенок очень быстро выведется из данного состояния вы быстро ребенка вывели из состояния комы либо прикомы далее уже ребенок уже отвечает на ваши вопросы во-первых у вас самих уже настроение улучшается потому что вы ребенок из острого острого периода вывели далее уже вот это острая вот эта ситуация она уже позади можно выдохнуть и продолжить уже делать то что нужно то есть если это гипогликемия продолжается то соответственно дать ему что-нибудь подъесть может быть либо еще чуточку смазать под язык и все больше ничего другого делать не нужно если вы боитесь этой ситуации скоро помощь вызвать конечно можно но опять-таки вот этот сахар с небольшим количеством воды у вас всегда под рукой должны быть так в принципе на этом вопросы у нас закончились если у вас возникли еще какие-то вопросы я с радостью на них отвечу если нет то не забывайте что вы всегда можете задавать вопросы в комментариях к нашим видео это во-первых и во-вторых вы можете оставлять если у вас какие-то возникают вопросы не только с этой темой но и с другими в том числе либо есть пожелания по другим темам касаемо школы диабета то всегда вы конечно можете писать на нашем инстаграм-канале особенно к аносам к нашим очередным беседам и всегда я на данные вопросы в обязательном порядке отвечаю если вы пропустили данный анонс и подсоединились непосредственно во время нашей с вами беседы то опять-таки вы всегда можете задавать свои вопросы и я на них обязательно в порядке отвечу а на все позвольте мне с вами попрощаться пожелать вам хороших сахаров и до следующего эфира всего вам доброго до свидания до свидания